Роль ЮНЕСКО в развитии регионов России. Татарстан в 2010-х годах реализован в расштабный проект по восстановлению древних памятников кусульманской и православной цивилизации. Доктор, что с моим сердцем? Мы уходим просто максимально, минус рентген, минус большие разрезы и, в общем-то, плюс, плюс качество и результат. Всем привет! В эфире Ньювер Ньюс, а в студии Кристина Отекина. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. На нем глава Миноборнауки России Валерий Фальков доложил об особенностях приемной кампании в университетах, которые стартуют 20 июня, а также рассказал о ведомственном проекте программы по направлению востоковедения и африканистика. По его словам, для приема в текущем году установлено 626 278 бюджетных мест. Возможность поступить в вуз на бюджетной основе имеет большинство выпускников 11 классов. Основная часть финансируемых государственных мест более 73%. Хотел бы чуть подробнее рассказать о подготовленной программе развития образования и исследований в области востоковедения и африканистики. Она разработана нами совместно с ведущими научными институтами и университетами с привлечением крупных российских компаний, имеющих интересы в странах Азии и Африки. Российское востоковедение исторически является комплексной областью знаний. Оно включает в себя изучение различных аспектов жизни азиатских, африканских, народов и стран, в том числе историю, филологию, этнологию, политическое, социально-экономическое развитие, международные отношения. И, конечно, востоковедение и африканистика базируются на углубленном знании соответствующих языков и национальных традиций. В Казанском федеральном университете состоялась панельная дискуссия «Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов». Подробнее о мероприятии расскажем далее. Как известно, в Татарстане в 2010-х годах реализован восштабный проект по восстановлению древних памятников мусульманской и православной цивилизации. 17 мая в Императорском зале Казанского федерального университета состоялась панельная дискуссия «Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов». Мероприятие проводилось в рамках 14-го Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань. Форум 2023». Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО как раз и заключается в устойчивом развитии регионов каждой страны. регионов Российской Федерации, городов и районов Татарстана, где проживает более 4 миллионов человек, граждан нашей республики, граждан Российской Федерации. И эту задачу мы выполняем в том числе и в рамках договоренностей, решаемых на этом уровне. В панельной дискуссии приняли участие председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин, председатель Комитета по делам ЮНЕСКО при Кабинете Министерств Республики Татарстан Шамиль Гафаров, а также ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин, который подчеркнул важность проведения панельной дискуссии в стенах Казанского университета. Сегодняшнее достижение Татарстана показывает, что мы накопили огромный опыт успешной подготовки кадров для отраслей по сохранению и управлению культурным наследием, музейного дела, культурологии, туризма. В Казанском федеральном университете является ведущим федеральным вузом по подготовке кадров в данных сферах. Во время дискуссии участники обсудили роль ЮНЕСКО в развитии регионов России и зарубежных стран, поднимали вопросы международного сотрудничества в сфере культуры. Также не обошлось без обмена опытом в подготовке специалистов в сфере управления культурным наследием. Для сегодняшнего мероприятия тема роль всемирного наследия ЮНЕСКО в устойчивом социально-экономическом развитии регионов как никогда актуальна. Республика Татарстан, являющаяся одним из лидеров по числу объектов всемирного наследия в России, обладает уникальным опытом по развитию туризма и привлечению дополнительных инвестиций с целью сбережения культурно-исторического наследия. Отметим, что в список особо охраняемых объектов включены Казанский Кремль, Болгар и Свияжск. Также к этому списку в скором времени может добавиться Казанский федеральный университет. Сейчас ведется плодотворная работа на номинацию астрономических обсерваторий Казанского университета. Аделина Амдрахманова, Фаридзе Хитоглы, Универ Ньюс. Международный научно-практический форум «Высокие технологии в современной хирургии» стартовал в столице Республики Татарстан. Какие вопросы сейчас наиболее актуальны, выясняла моя коллега Маргарита Михайлова. В Казани стартовал третий международный научно-практический форум «Высокие технологии в современной хирургии». В рамках программы специалисты ведущих медицинских учреждений встретились, чтобы обменяться опытом и уникальными технологиями. Это форум, который становится уже традиционным. Он проводится третий раз, инициированным Казанским федеральным университетом. И поэтому все приветственные слова, которые сегодня звучали здесь перед докладами, а доклады проходят на четырех площадках, эти слова были от Казанского федерального университета. И, по сути дела, они от лица ректора и адресовались ко всем участникам. Специалисты отмечают, что в последнее время особенно актуальны вопросы, связанные с кардиохирургией. К примеру, все чаще встречается мерцательная аритмия. Она не смертельна, но значительно снижает качество жизни человека. В первую очередь пациент начинает ощущать неритмичное сердцебиение, беспокойство за грудиной. Затем все тяжелее переносит физические нагрузки, а потом и вовсе исключает их из своей повседневной жизни. В результате неправильного сердцебиения у пациентов могут появиться микротромбы. Ну а в качестве серьезного осложнения специалисты выделяют возможность инсультов. При возникновении первых симптомов человек, как правило, начинает принимать препараты, снимающие их, не осознавая, что от заболевания так не избавиться. Необходима операция. Современные технологии позволяют проводить ее гораздо эффективнее и быстрее. Поскольку большой опыт наработан за 20 лет, последний в кардиохирургии и в интервенционной хирургии, поэтому уходим вот просто максимально минимум. Минус рентген, минус большие разрезы и, в общем-то, плюс качество и результат. Для выполнения таких вмешательств необходимы не только грамотные специалисты, но и передовое оборудование. В университетской клинике Казанского федерального университета, к примеру, эти аппараты имеются уже достаточно длительное время. Наличие подобного оборудования влияет как на эффективность проведения операции, так и на сокращение периода реабилитации. Процесс реабилитации на самом деле сейчас максимально сократился. Буквально после операции пациент готов к выписке. Единственное, мы его оставляем под наблюдением для того, чтобы провести дообследование дополнительно и спокойно выписывать. То есть, если раньше эти пациенты находились в стационаре полторы-две недели, то сейчас позволяется выписывать пациента буквально через сутки, через двое. Помимо этого, в рамках программы форума специалисты обсудят методы лечения заболеваний лимфатической системы, а также технологии в области офтальмохирургии. Маргарита Михайлова, Ленар Гизатулин, Универньюз. В Институте филологии и межкультурной коммуникации прошел тренинг предпринимательских компетенций. О том, как студенты познали все тонкости нелегкой деятельности и как им помогли в этом пластиковые стаканчики, расскажем в следующем сюжете. Все новое и неизвестное. Это или очень страшно, или очень интересно. Я очень надеюсь, что сегодня у вас будет очень интересно. В актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации прошел тренинг для студентов, где они с головой смогли окунуться в, казалось бы, сложную и требующую полной отдачи профессию. Будущим предпринимателям дали возможность за один день прожить то, на что в реальности уходят годы, а именно создать свой технологический стартап, получить заказ от крупной корпорации, выйти на переговоры с инвестором, протестировать разные стратегии развития и взаимодействия с другими участниками экономики. Тренинг предпринимательских компетенций – это мероприятие, ориентированное в основном на прокачку практических навыков в сфере предпринимательства, основанное на деловой игре «Построй компанию, продай компанию». Иначе говоря, это тренажер предпринимательских компетенций, где можно побыть в роли настоящего технологического предпринимателя и за один день пройти типовые ситуации, характерные для реального бизнеса. Ребята погружаются в платформу и проходят жизненный цикл компании. То есть от регистрации, продажи они будут искать в своих командах инженеров. И, соответственно, чтобы выявить склонности к определенным направлениям, они будут конструировать из предметов, которые находятся у них на столе, некую конструкцию, чтобы мячик резиновый взлетел у них на 3 метра в высоту. То есть, соответственно, им нужно будет каждой команде это каким-то образом выстроить. Тренинги проходят в партнерстве с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика Сергея Павловича Королева в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства государственной программы Российской Федерации. Научно-техническое развитие Российской Федерации». Благодаря этой возможности студенты смогут узнать, какая роль в современной экономике подходит им больше всего, основываясь на уже имеющихся навыках и умениях. Кроме того, каждому из присутствующих по итогам тренинга выдается сертификат, который подтверждает участие и открывает для них новые границы в изучении технопредпринимательства. Елизавета Газизянова, Фарид Захитагле, Универньюс. 16 мая состоялось заседание Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Льва Николаевича Толстого. С участием Раисы Республики Царстан Рустама Миниханова внес свой вклад в обсуждение и ректор Казанского Федерального университета Ленар Сафин. Были затронуты такие вопросы, как особенности подготовки и проведения празднования юбилея Льва Николаевича Толстого, подготовка государственного мемориального и природного заповедника Мусея-усадьбы Льва Николаевича Толстого и Ясная Поляна к юбилею писателя, а также пребывание Льва Толстого в Казани и на Кавказе. В Казанском Кремле состояла встреча Раисы Республики Царстан, Рустама Миниханова с премьер-министром Республики Таджикистан Кахиром Руслзода. Казанский федеральный университет был представлен в лице проректора по внешним связям Тимирхана Алишева. В ходе встречи представители двух республик обсудили заинтересованность Царстана в поставках вертолетов в Таджикистан, нефтехимической продукции, сельскохозтехники, продукции питания и продукции халяль, медицинских товаров и многого другого. Рустам Миниханов также отметил, что Царстан заинтересован в расширении присутствия ведущих домашних компаний на рынке Таджикистана и активном сотрудничестве в сфере образования и туризма. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации опубликовали рейтинг медийной активности российских вузов за апрель. В этом месяце к рейтингу присоединились 11 вузов, а количество страниц в социальных сетях выросло на 29. Общее число подписчиков во всех социальных сетях составило 4 миллиона 400 тысяч человек, а количество просмотров выросло на 8 миллионов 400 тысяч. Казанский федеральный университет вошел в топ-10 вузов, заняв шестое место в списке.